Это канал Жирный Голубь, кто не подписался, подпишитесь. Короче, сегодня у нас опять кинопутешествие на диване. Оно будет в город Киев. И при том 80-е год, благодаря вот этой вот княженции. Так, посмотрим обложку, да, вот видите, авторы кто, но мы их посмотрим и так, там и фотографии их есть. Вот, смотрите, видите, красивый город всё, да? Правда, здания вот эти вот старые, ну и что? Ну и что? А где они не старые? В центре города, да? Любого советского, да? В любой советской столице они всегда старые, а на окраинах всегда новые. То есть всё наоборот, должно быть наоборот, да? А всё наоборот, вот. Вот, чё мы тут видим? Церковки какие-то, вот всё такое прочее. Потом, говорят, с религией боролись, да, вот церковь стоит. Не взорвали, она, конечно, вся вообще поны, да, и, наверное, там склад в ней, там просто заходишь, там склад цемент какого-нибудь, но вот, как-то так. Так, давайте посмотрим, чё там на обороте. Восьмидесятый год, напоминаю, да? Сталинки выглядят ещё красиво так, напыщенные, да, вот людишки ходят. Людей на улицах полно, это общее для Советского Союза, что людей на улицах шибко дофига, вообще. Их не просто дофига, их очень много, вот. Автомобилей мало, вот. А людей толпами ходят. Вот как они одеты, одеты они даже хорошо, смотри, даже по моде. Там богатый райончик, даже по моде одета, да? Мне важно, что было там, как некоторые, им пофиг, да, вот особенно было алкоголикам. Они брали всё, что подряд, да? Что лежало там годами на складе какие-то там, не знаю, шапки из собаки. Они брали, да, их и надевали, да, носили, и пофигу им было вообще. Мне, конечно, тоже пофигу. Я тоже могу взять шапку из собаки где-то, куртку из какой-то фигни, да, это самое, из дешёвого, наполнителя, да, самый дешёвый. Взять её и носить, мне пофиг вообще будет, что её на строителя похож коммунизма. Так. Вот, авторы, авторы, видите, да. Мне эти авторы почему-то напоминают блогера Джафара, вот вообще прям. Вот прям, они, они тоже, наверное, любят дегустировать всякие вкусности, да? Во-первых, у него есть камера тоже, да, камера и штатив. Не такой, правда, крутой, как у них, не смотрите, какой штатив-то вообще. Экспонометр крутой, да? Штатив, смотрите, какой вообще, да, то есть штатив, наверное, 20 килограмм весит. Вот, но они тоже, наверное, любят куриные грудки это продегустировать, или любили. Вот перевод на английский язык, сделанный, притом, в Киеве. Но это перевод просто обозначений, да, где какие фотографии, да, потому что в книге, или немецкий, кстати, или немецкий, да, на немецкий. Потому что в книге немецкого языка нету, вот. Вот, Киев, Киев, Киев. Вот альбом. 81-й год. 81-й, значит, цветская печать на год задержала. Соответственно, это все 80-й год, скорее всего, вот. Господа. Смотрите, какая. Это родина-мать, да, и к ней народ ходит, да, представляете. Притом, уверен, не на 9 мая, а просто народ пришел. Вот, смотрите, какого много, да. Я надеюсь, ее все-таки не снесли. Все-таки ее не снесли. Все-таки. Потому что, ну, странно. Ну, вот этих вот советских солдат, наверное, тоже снесли, потому что я их не видел. Я их и до не видел, да. Вот, вот тут обширная панорама. Киевская осень. Смотрите, да. Треногу я, к сожалению, не смог поставить. Господа, вот тренога. Не подходит, да, не захватывает она эту книгу. Эта книга огромная. Вот, смотрите, да, вообще шикарно, да. Все шикарно. Шикарно все, вот. Смотрите, как одеты люди, да. Топовый фасон. Правда, из прошлой пятилетки. Ну и что? Бабушку вообще пофигу, что одевать, лишь бы что, да. Что, купили подешевле. Вот эти панамки, которые они ходят постоянно. Они всегда были по скидке. Береты эти тоже были по скидке, поскольку если они долго лежали, они... Им плохо стоило с этим беретом, да. А так шикарный парк, да. Вон видеоблогер даже ходит. Правда, без камеры. Тогда камеры еще не было видеоблогеров. Ну и ладно. Вот вообще новый шикарный район. Если я не ошибаюсь, этот район называется Обалун. Где-нибудь написано, наверное, на обороте, что это Обалун. Но это была гордость Киева, смотрите, да. Некоторые жалуются на эти панельные дома, это говно. Это панельные дома, складываются они. Смотрите, да. Не, все хорошо. Они, когда они новые, они офигенно выглядят. Вот эти школы, конечно, в расчет, да, что за территориями не будут ухаживать, и поэтому все ужасно станет. Но сами панельные дома, они выглядят офигенно. Мне всегда нравятся. В любом городе, да, вообще. Вот. Тут не будет видно, но это фотография плохого качества, да. Она, наверное, почему-то снята по ошибке на советскую пленку, смотрите, да. Или что-то не так сделано, но, видите, вот. Людишки, 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 да. Коляску кто-то везет. Советская коляска, таких больше нету, да. Да, смотрите, вот тут внизу. Продавщица с мороженым, да, вот. Но что-то у нее никто не покупает, да, мороженое ее, да. Продавщица с мороженого. Такого тоже нет, от советских, честно, прикол, да. Продавщица класса, продавщица мороженого. Вон какие-то господа элитные идут. Господа элитные, крутые, наобычные идут. Смотрят даже, может, не мороженое себе купят, да. Потому что никто больше на это мороженое вообще-то не смотрят, да, только элитные господа. вот такие вот дела так берег реки какая же река перепроходит через через киев я не ошибусь и нет я ошибусь и скажу что днепр ладно поправьте меня короче киевская река короче и так назову вот киевская река все чтобы не ошибиться то скажу днепр а там какая-то не знаю еще какая-то хрень да и двина какой-нибудь проходит вот чё на берегу чё на берегу здесь двое живулей двое живулей трактор и вот человек какой-то идет так там грузовичок чисто советский смотрите он там так там чего причал смотрите да чё же там такое я даже не знаю какие-то плавучие плавучие штуковины даже не знаю как описать но тут вот лодка на переднем плане лодка это катер два катера до 1 быстро другой кое-как да просто плывет непонятно да вот в голову пошло пошло добро вот видите какая какие виды да но сталинская архитектура меня никогда восторга не вызывала кстати вот смотрите да мне всегда от нем чуть тошно мне неприятно прям она вообще неприятные все но это большой проспект тем не менее видите с деревьями совсем таким сейчас их конечно бы спилили нафиг и поставили там торговые ряды да так по транспорту что тут у нас у нас куча автобусов поскольку видите машин своих у народа нету да лучше только начинается да когда ничего покупать чтобы у народа накопилось в определенный момент шибко много денег и они начали покупать эти машины да и чтобы их обратно отнять чтобы не было богатых их им решили продавать машины по оверпрайс короче который 3 копейки стоит их продавать по оверпрайсу еще очереди ждать да то есть платить заранее за эту машину вот и дожидаться потом так решили народа в советском союз деньги отнес чтобы богатыми не были ошибка то а то перекос большой да тут коммунизм строят они тут богатые тут миллиончики живут жирует тварь поганые машин покупают вот не на машин тоже если мы идем покупали машину и таксисты были ладно про таксисты потом вот есть сколько автобусов одни автобусы на дороге практически автобусы да и троллейбусы до кушевать народ вот бегает до народа полно а машин у них нету вот не знаю хорошо это или нет по мне так это хорошо смотрите баннер висит офигеть висит баннер я даже не мог почитать чего не не могу написано к каре каре не знаю красная редакция газета что такое скорее всего так не знаю что там написано вообще не почитать и тут стоят таксисты да таксисты криминальные элементы таксисты да вообще такие жмоты да они до сих пор жалуются да они тогда водку возили в то время да постоянно там торговали там что-то черное что творили да счетчики накручивали потому что они были по счетчикам все твари да и не давали цены задирать потом они в 2000 не задирали цены падла да подонки а потом они теперь жалуются на яндекс байкотирует его вообще хамят да тушь за 150 рублей те не хотят ехать соседний город а раньше-то они у раньше в 2000 это года раньше не советское время даже и советское время не хорошо жили в 2000 году это вообще они короче за целую зарплату пенсионер только возили в соседний город да вот это было да и они скучают по этому времени теперь бастую до недовольный им что-то что-то плохим таксистом этим сейчас ладно кочего-то виды прикольного смотрел этот панорама на прикольный так дальше дальше у нас парад годовщина октябрьской революции хотел сказать что-то там да вот ленин какой-то смесь смотрите стоит да это памятник героям одновременно да и ленин около глыбы какой-то стоит это очень странно я никогда еще такого не дешево ленину глыбы стоял сзади как неудачный дом но он отлично закрыт деревьями вот их специально там не спиливают не не подрезают чтобы неудачный красивый дом на параде был невидим вот вот все понятная их логика да вот и сколько народ пришло лозунги несут электрификация западной сибири нет нет войне несут до 60 лет в лксм даешь бам тут лозунг заметно не вижу да короче народ пришло все флаги стран повесили и он народ прет народ привода бастует миру мира лет миру мир дало империализму дало империализму даешь отпор американским захватчикам африки и при поперлика чего даже сказать ничего офигенно вот здание нам гурсовета не буду водить до верховной рады в ссср вот смотрите как панорама классная ночная ночная фотография да видите укрыл бы корот хорошо был украшен но неудивительно восьмидесятый год это атомная энергетика все такое можно уже города украшать до тоже припять например была украшена также там все было вот всякими вот все дома были вот этими штуками завешены вот на дороге не машин конечно но специально кадр на выдержке поставлен поэтому видно что несколько машин проехал на 1 выдержка была целую минуту я как-то уже смотрел эту книгу и думал что это такое за хрень вот это все вот смотрите вот эта борда на самом деле это салют просто стоит но он опять выдержки заснят я думаю что это такое за борда не догадался сразу вот очередной вход министерства министерстве клювые часы все что можно сказать облицовка наверху вот и все что можно сказать а в остальном у пенсионера ходит у пенсионера свойстве 60-х пенсионер ведь какая бабка стиляга на первом плане бабка стиляга да устраивает бойкот да вот всему да дальше просто офисные сотрудники советского разлива и все да вот бабка стиля это крутая добавка еще крышу и да сейчас сейчас бы такая бабка и сейчас была бы такая бабка она бы короче рэп списал короче присядку при том еще так травинки это я люблю травинки травинки а на другой фотографии рядом украинки с хлебом и солью да вот уж само собой хорошо а шоу думали даже надо же готовить да был спор недавно с поисками дураком на на жену давно даже на там она там это это цветочки дает не жена готовить иначе нахер она нужна пинком и податайся мне готовит цветочки над дарить вот опять оболонь вот район крутые да вот новые вот скажите мне чего плохого в панельных домах вот смотрите вот это брежневку вот это называется брежнев щиками они такие по меньшей они дети тоже не поменьше это брежневки и дома поновее вот вот это брежневке да брежневки они вообще типа отлич 100 этих вот домов по но не они рассчитаны на то что если произойдет трука там 0 дара не сложится все нахер и и на их месте может но будет новые берегу построить да поэтому в них панели в них панели небольшие потоньше до в раза чем вот в этих вот поэтому брежниках всегда все слышно да как в четырехэтажных брежниках так и в брежневках которые девятиэтажки да вот вот это основательные дома которые эти белые основательные брежневки рассчитано что если будет атомная война что перестроить быстро город поэтому потолки пониже пониже то есть там низкие потолки низкое все до тонкие панели и слышно соседей да вот по этой причине по причине военного времени да уж на считали что вот там атомное оружие значит будет атомная война обязательно эти брежневка всех несет да но потом поняли что это херота все полнейшие стали строить 16 этажки вообще пофигу да из уже основательных панель из хороших не из тонких как в брежневках да ну а вид офигенный конечно смотрите ведь конечно офигенный озеро какое-то озерцо да это баллон написано баллон вот озерцо вообще прикольно все все very best very best и ни одного магазина тут и не магазины и не заборы ничего но школы и детские сады в каждом дворе они портят вид почему тут не знаю уже за ними перестает ухаживать их гараживает потом и они потом портят вид кто бы мог знать посмотрите на них это счастливые молодожены да а знаете зачем они жениться и почему жениться сейчас не имеет не имеет смысла да потому что тогда давали не только алюменты и пиздюлей за то что ты женился вот а еще и квартиру можно было встать в очередь на квартиру за то что ты женился конечно же а ты шо думал вот советское время поэтому и были вот эти вот свадьбы все такое пусто и вот праздновали до банкет был был по поводу того на самом деле что квартир тебе дадут вот что ты молодожен ты так пойдешь вот да 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 машина квартира все получишь все будешь королем опять квартиру то получишь конечно она машина просто быстрее заработаешь купишь и уж официально и платить все равно офигеть конечно да так вот смотрите видите опять какой-то министерство похоже да ну как она круто выглядит панельное строение видите круто вообще круто топ да такие же на ярославском вокзале в москве стоят да вот такие же вот дома да такое же министерство до подминистерства они заточены там ржд сидит офис ржд они правда и пластиком за зафигачили уже но изначально оно такое было вот вот еще панельные вот эти панельные дома я не видел такие да вот это сбоку видите какая красная торчит такие я не видел вот а счет икарус сбоку торчит чуть-чуть но мы в икарус мы не будем обсуждать икарус и там дальше есть вот панельный дом но при этом очень странный да тоже какая-то брежневка только непонятная да похоже кривая или камера кривая или страниц криво держу не ровно это просто страницы изогнулась вот статуя шо статуи нет сами знаете вот еще одна еще одна похожая давить изогнутая все панельно при этом изогнуты изогнутые балконы изогнутая вот эта вот штуковина да вообще все круто все круто я даже такого не видал никогда и где-то на окраине киева аисты сидят аистов там несомненно много даже обсуждать ничего вот какая-то циркуха деревенская циркуха или пародия на нее вот деревне 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 речной вокзал тоже я не могу прокомментировать вот этот вот этот теплоход как он называется евгений бучетич евгений бутечич бучетич чуть не выговаривает не уговаривает короче евгения бутечич и не выговаривает вот вообще классный да хоть на нем куда-то кругосветку ходи да сейчас знаете сколько билет стоит на кругосветку чем-то подобным да офигеете да тогда тоже наверное было дофига не знаю даже не в курсе вот мост мост московский мост называется московский мост не знаю куда он идет стоит ли он сейчас или его разобрали другой построенный смыть как он как-то не внятный сделан район крутой конечно да крутой райончик вот тут как раз ни одного автобуса все идут на частных машинах ни одного автобуса здесь нету но вот это вот панораме хотя и день хотя и день наверно в автобусном парке обед просто нет вот это подозреваю такие вот спады дела кто бы мог подумать но в этой книге есть начиная панорама офигеть смотрите ночной киев вот смотрите там дальше удать и это пленка да поэтому у нас высокое разрешение есть мы можем даже приближать вот видите красота там какая-то предстанционная башня телевизионные храм подсвечивается куча огней кучу всего город живет вот это вот отделка да как я говорил лампами да это тогда времена атомной энергетики расцвета энергетики это было модно потом то все оторвали ради экономии а теперь обратно ставить но уже светодиодную подсветку вот 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 да вот этот наверное то это самое майдан да площадь майдан да вот и тут соответственно уже это статуя стоит высотка высокая до статуя который нет сами знаете чего а вот это ленин да только уже другой стороной и по центру смотри что написано до ленин партия народ сочи ленин вместо ленин изображен маркс все перепутали да вместо партии енкальс да а народ ленин вот наоборот конечно был забыли о зеркальте господа забыли о зеркальте неправильно неправильно ой эврегут я прибыл туристы из великобритании да притом набить какие-то индусы до выходцы из ссср до всякие вот перебежчики набились туда в общем да шпионы да не народ вот и самые волнуется на кодак не приезжает в других стран социалистические это народ волнуется месяц прям вот какая-то то ли стройка то ли то ли чё-то такое да стройка смотрите видите что-то офигеть вообще но это фотомонтаж однозначно мне кашет фонома фотомонтаж да просто строить языки зафигачивать только столько лампочек и тратить энергию зачем зачем это фотомонтаж это и точно а вот автовокзал или автопарк смотрите видите да какой-то ущербный дом да вот который меня пугают который я ходил в одном видео такого то увидел барак барачного типа испугался но остальном да видите вот автопарк одни автобусы практически на все правильно есть какие-то развалины вообще да разваленных нафиг да такие везде есть так чего что-то дальше не интересует нам бы чего-нибудь покруче да не пушкина вот ночные панорамы интересуют нас видите все-таки бы было на ночное вот этот всякие вот эти логотипы все такое прочее они были на вывески это все было не надо говорить что в советском союзе их не было да вот красный флаг портреты вождей вот видите но там вот крутые неоновые вывески это вообще в регут короче и врегут эти вот опять парк уже народ победнее чуть-чуть да вот видно шарный курт крутой конечно купил да ну кольщик у нее одна она и бережет до бедные студенты бедные студенты вот зелененький райончик говорить об нем не очень зелененький райончик кроме того что тут крутой чувак едет кто чувак сел на волну и поехал на распальцованы да у него распальцовка даже из окон торчит вот маяковский маяковский вечная слава участнику восстания киеву а за свободу а думал ты маяковский не маяковский это слава участникам восстания за свободу так так магазин магазин и решочные полями стена завода арсенал вот то есть господа представляете представляете к 80-му год даже не отреставрировали оставили то есть да памятник второй мировой да стена в пулях вот не реставрировали то есть концерты нифига вот это конечно плохо пушанаж стоит да и стоит ну и че реставрировать отель киев прикольный прикольный он тоже панельный но как-то он ведь скошенный такой прикольный 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 крутой вот че тут дом повторюсь вы не знаете какие крутые фонари очень классные дизайнерское решение это для тех кто говорит что в советском союзе не был дизайна вот какой-то университет институт университет вместо института петли не стоит да вот такой же воды возможно показать одно и то же но возможно и их просто полно таких за гранитным вот камнем да вот возможно таких много было фиг его знает потому что это а это социалистическая революция значит их может быть много кстати вот проспект смотрите вот этот вот он в точности как у метро сокол вид вот этот вот точности как метро сокол москве то есть и выйти до около метро сокол и на метро на это посмотреть который вот здесь вот будет то вы увидите вот тоже самую картину вот точно такую же вот как вот здесь один в один то есть я советские города они как бы хотели быть похожими на москву ресторан метро вот рестораны другое дело это вообще это вообще там одни хрен знает кто были партийные не только туда ходили да и съезжает там и там все всегда было до магазинах никогда ничего не было а там все всегда было вот чаще может сказать а вот рынок вот вот ресторан для тех кто не крутой вот вот рестораны тех кто не крутой вот такой вот где обвешивали и обсчитывали вообще черное что делали да не знаю тоже овощная база до пахнут все рынкиных говном и до сих пор захочет на такие да там все равно 55 очков будет 5 лотков вот таких да все она бы к их хренью пахнут да говном каким-то вообще которые к продаже вот это их всего отношения не имеет вот-вот как вот как она с внешне выглядит вообще страшно да это сейчас хорошо их перестроили вот эти рынки да они до сих пор от перестроены где-то потом чуть попозже до 80-х да да вот видите как страшно выглядели вообще ужас кошмар да вот вот там даже похож торговля снаружи идет некоторыми товарами или простощить какая-то фиг его знает вроде снаружи торгует на апельсина завезли до нелегально вот виды крутых крыш крутых крыш вот еще пластинцы ребят справа слева рассмотрим на и карус идет д и карус идет троллейбус куча машин на парковке что неожиданно может тут продают может тут продают кстати вот вот крутые дома да все все отлично да сожалению мы не сможем смотреть низкого разрешения как-то на фотографии это фотографии тоже тут разного качества бывают зоопарк не интересно пионерской организации нафиг так чё тут какие-то игры щи пионерский до дом пионеров не интересно школа и интересную студентские всякие хрени не интересного магните как и природа как красота да как народ смыть ходят офисные сотрудники опять смыть его офисные сотрудницы и сотрудники непонятно смотрите как они ходят они так пальто да такая сумка черная штука как и на оську похоже вот кто-то на стиле да кто-то все одного цвета подобрал стильный крутой и золотые босоножки они тоже белые на счастье полный стиль полный фаржа да это распальцовка полный в точке в джинсах натур турист откуда на джинс ты на им туристы из франции приехали на как вот джинсы ты не надо тут джинс и блин опять да я скажу хорошо да вот это вот красный все покрашен нет смотрите опять снаружи покрасить сзади забыли опять ленин стоит ленин ошибка много так так шевченко это может быть шевченко кстати там я не в курсе кто это такой господа понтовать между городными автобусами да смотрите какими да хотя понтоваться им было не надо по сути вот понтоваться надо было тем что дальше тут вот это я тоже конечно не видел до какой-то лукашенко что-то там до атомной какой-то хрень держит вот алмаз офигеть офигеть да и тачка эти какая офигеть игрушечная тачка офигеть вот господа чем надо понтоваться автозаправкой без автоколон дошу вы взять так шланг туда машину прям до хопа руку руку поднять да и туда да чтобы никто не шип нечаянно вот этим надо действительно понтоваться да вот чем надо понтоваться они карусами вот операция это нам не интересует короче чуть дальше есть чуть дальше пряжь он ведь полный чуть дальше есть место такое да вообще вообще не удивлен был что она есть а вот то чем действительно бы стоило гордиться до советский боулинг это офигеть просто вот советской всякие вот эти это самое до рестораны все такое прочее да вот этим действительно бы стоило гордиться да вот правда он какой-то по нищебродски они все да но они экономят да я пушь все дорого заказывать все винище да и все винище и пепси и все о и достаточный ресторан сходил пепси винище заказал музон послушал не знаю кто там такой выступает вот музон послушал нормально да в парке посидел потом и хорошо о вообще вот топ топчик все-таки топчик потом на соревнования посмотрел да вообще офигеть фотографы конечно хороши они то есть везде побывали сказали а я фотограф везде прошли все сняли да вообще на халяву даже на футбол на халяву прошли вот и на всякие за соревнования забили вот фотографов фотограф крутые да то есть они свое удостоверение показывают да и проходят круто быть фотографом в советском союзе это сейчас отстой да а все равно платье то есть ты пойдешь ты скажешь я фотограф отец карта все равно платье во кстати как дети одевались ваще на то есть за нашего донашь за дедами то я практически вообще там все семейные реликвии то есть передавалось по наследству на все равно какого пола все равно в девчачьи наряд короче сюда и в колготки еще вот вот и в такие санки еще посадят да еще еще дудут до 2000 года будут и хранить вот вот такие вот дела до господа вот еще какой-то это наверное день день победы да вот цветы кладу до к мемориалам мемориалы вот генералы не нужны генерал так вот every good every good в овощи тоже классная панорама топовая топовая панорама вот церкви пошли церкви все замануха для туристов на вот что тут про туриста будет поэтому замануха для туристов вот даже турист показывают каких-то из иностранных государств вот и туристические места на замануха это нас не интересует нас интересует новые районы до район для убережья до район левого бережья смотрите какой крутой вообще вообще баржа там плывет сверху мост строится и уже построен мост до него вот офигенный район классный да в этом с транспортом фигово до в левом бережье говорят с транспортом фигово до до центральной до до другой части добираться но я не знаю я не живу говорят плохо транспортом я где-то слышу может уже улучшилось все конечно но раньше было фигово транспортом я слышал неоднократно такие столько обсуждений было что там плохо транспорта в левом бережье вот-вот овощей в ребят дизайн смотри потолка у зала на классный вообще зал большой огромный огромный зал и внешне он кара классный блин вот и в ребят сколько-то тоже ищу воеврегут варенайс из beginner бразил ковры 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 все круто да воеврегут very best кочеваре без книга длинная пролистываем всякую херню всякую херню пролистываем сразу уж всякая херня нас не интересует уж его снова всякую бурду на снимали да всякую бурду о травинке смотрите какая какая осень да это этот как его каштан смотри как каштан крутой вообще классный every good every good very nice избеги на разбеги на новый райончик смотреть какой-то это площадь держинского площадь держинского да смотрите на углах домов чё там агитация видите на углах домов сейчас выясняли сейчас все это невнятно выглядит раньше и дома белые были в белое выкрашены и и сбоку агитация была то есть это было прикольно да с муские машинки этого машинка полная на это авторынок я вот думаю что это авторынок на вреда парковка навряд ли вот эта парковка это авторынок да скорее всего это авторынок и узнаете узнаете вот она едет автобус해완 то автобуса у Terra скучаю под таким автобусом там тепло было всегда в любое время года тепло и хорошо уж даже колеса были так плохо сделано что они грели да то есть сидишь рядом с колесом а колесо греет а вот района русановка не очень хорош конечно да они какой-то не прикольный да как-то все скомпонованно шибко близко но все равно видите как все равно как-то уютно выглядит но как-то уже агрессивно уютность переходит в агрессивность в районе русановка вот я врегут опять ночные виды офигенные ночные виды вот и камера сфокусируется последнего его офигенные ночные виды every best every best и отель славучишь смотрите крутой вообще он до сих пор кажется крутым во а тут метро мост киевский метро мост вот топчик топчик да топчик правда залезать на него наверно офигеешь до станции если она там есть хотя тут не на станции вроде путь фиг знает в общем фиг знает есть там станции нет я не в курсе но вроде есть поезд то там стоит вот и все вот и весь тащим-то город киев заканчивается этой клумбой а мне киев 80 года из честно понравился я врегут тушите свет